Всем большой привет! Я только пришла на работу, как всегда, пешком. Жарень невозможная. Ну вот и лето заканчивается. Немножко грустно. Хоть и надоела эта жара, но всё равно немножко грустно, когда лето заканчивается. Пошла пешком, опять запарилась. Сейчас открыла дверь, окно такое сквознечевает. Что хорошо, у меня кабинет, окно выходит во двор, на теневую сторону. Поэтому у меня, в принципе, в кабинете можно обойтись без кондёра. Кондёр, в принципе, не нужен. Не душно. Особенно, когда вот так дверь открыта с окошком и такой вот прям сквознячок и нормально. Обдувает хорошо. Так что вот так. У меня сейчас будет педикюр. Я вчера говорила, это клиентка Савита. Она начала ходить ко мне, по-моему, ещё по весне. Вот так и ходит. На маникюр и на педикюр. В принципе, ей пора уже и на руках коррекцию делать. Месяц прошёл, даже больше. Не знаю, делала она, где не делала. Сейчас придёт, посмотрю. Педикюр тоже, не знаю, полный, не полный будем делать. Я что-то вчера не спросила. Думаю, да и какая разница. Всё равно по записи больше никого нет. Поэтому как будет, так и будет. Так что так. Вроде всё подготовила к педикюру. Буду ждать её. Она бывает, что раньше приходит. Вчера домой пришла. Вадим уже собрал и стол Вероники, и стеллаж. Больше это всё-таки стеллаж. Ну, может быть, и этажерка. Прикольно так всё по цвету. Прямо у нас в комнате стенка. И прямо под эту стенку прям цвет точь-в-точь подошёл. И у этажерки, и у столика. Вчера разбирали, огромный пакет вынесла на мусорку. Кое-чё, прям выкинуть. А кое-чё, я говорю, вот коляску игрушечную. Этот конструктор лего оригинальный. Сынок дарил Веронике, по-моему, три года назад. Или два года назад, на 8 марта. Что-то он прилично стоил 6,5 тысяч в детском мире. В общем, я говорю, поставь его просто так. Там ни инструкции нет, ничего. Я говорю, поставь, может, кто заберёт в коробке. Вроде на Авито не захотел. Даже заморачиваться на Авито, что-то там выставлять. Вот столик Вероникин со стульчиком детский. Выставлю, я его помыла. И всё. А остальное всё, короче, вынесли на мусорку. Вчера был за весь день два просмотра. Представляете? Это с продвижением. И то один просмотр был не по продвижению. И один просмотр вот благодаря услуге продвижения. Так что вот такие дела. Завтра последний день каникул. Линейка 2 сентября. И начнётся трудовые учебные будни. Мы ужинаем, как всегда. Участницам присоединяется молодой человек. Ваши первые смартфоны. С детскими сим-картами. Чтобы мы всегда были на связи с небезопасным. Всё, сделала педикюр. Пятки снимать не стала. Там пятки были прям, в принципе, в хорошем состоянии. Прям быстро-быстро сделала. Короче, педикюр сделала где-то за час десять, час пятнадцать. Покрытие у неё было на половину ногтях содрано. Это была база от Наэль с хлопьями. И там пару ногтей были у меня с жидкой фольгой покрыты. Они ездили куда-то в горы. Короче, у неё всё пообломилось. Так что так. Так, выбрала она кошачий глаз. Там два сочетания. У меня серебристый, светоотражающий и зелёный. Сейчас покажу. В общем, такие лаки. Первый слой был от Сан 431. Тут наклейка с номером отклеилась. И тут такой светоотражающий, серебристый. Но тут не видно. Красивый цветничок. Я чуть примагнитила немножко. И второй слой уже был от Фокси. Тоже кошачий глаз. Номер 500 или 005. Такой зелёный. Перламутровый. Тоже сделала блик. Ну, в общем, так получилось нежно, спокойно. То, что она и хотела. Она сама выбрала. Сейчас у меня инструменты отмочатся. Я помою и пойду. Схожу домой. Ну, а завтра у меня будет тоже педикюр. Она просто сделает педикюр, снимет покрытие. И всё. Скорее всего, до следующего сезона ходить не будет. Так что пока. Пока работала, телефон звонил. Я трубку не взяла. Сейчас перезвонила. В общем, женщина. Ну, женщина, девушка, не знаю. Позвонила. Говорит, а можно сегодня коррекцию сделать? Часов в пять. А то мой мастер то ли уехал, то ли ещё что-то. Я говорю, ну, хорошо подходить. У меня, в принципе, сегодня на вечер. Особо таких дел никаких нет. Я говорю, подходить. Она хорошо, спасибо. Так что так. Тоже мимо шла, увидела вывеску. И позвонила. Так что я, наверное, сейчас сидеть не буду. Время. Сейчас почти час. А она только придёт в пять. Я, наверное, не буду здесь сидеть. Я пойду. У меня там Вероника сейчас дома одна. Приготовлю супчик. Покормлю её. А потом попозже отчалю опять сюда на работу. Всё, иду второй раз на работу. Сварила суп. Перекусила. Иду пешком. Вадим говорит, давай я тебя отвезу. Я говорю, не надо. Мне нужно километраж нам отдать. Да, клиентка, которая утром была на педикюре, делала себе маникюр, когда я была в отпуске. Опять она меня удивила. В прошлых влогах она меня удивляла тем, что она из длинных чёрных волос до пояса сначала сделала лесенку, потом сделала короткую стрижку, также с чёрными волосами. Потом она вообще сегодня пришла, блондинка, но у неё там намешаны разные цвета, в общем, нечистый цвет. И я обратила внимание, у неё маникюр не мой, не то, что я делала. Она говорит, да, нас на свадьбу пригласили. Говорит, ты как раз на море была, мне нужна была коррекция. Я переделала, ну и в общем, ну и что-то начала там, ой, ты мне что-то не очень понравилось. А я такая говорю, ой, я говорю, я спокойно к этому отношусь. Ну кто, кто сделал там в другом месте? Я говорю, я совершенно к этому нормально отношусь. У меня нет такого. А, ты сделала в другом месте, всё, я обиделась. Ну и всё, сделала однозначно педикюр и записалась сразу же на девятое или десятое. Короче, записалась сразу на маникюр ко мне. Так что так. Кстати, я говорю, если уж менять имидж, менять тогда и форму ногтей. А то у неё был овал. Я говорю, может, квадратненькие сделаем. Она говорит, ладно, давай в другой раз. И сейчас пришла, не сейчас, а утром. Пришла, смотрю, у неё квадрат мягкий. И вот эти яркие ногти, прям вот такой вот цвет бирюзона, какой-то зелёный. Так что так. Сейчас придёт девушка по вывеске, которая мне звонила. Не знаю, что у неё там. Будем делать ей маникюр с покрытием. Ой, здрасте. Познакомимся. А то я каждый раз иду, и мы ходим, едем друг в друга. И даже это не знаем. У меня уреза. У меня звёздок цвета. Вот. Сейчас я... Сусяди. Это густо-то густо. Прямо другое на 10 человек. Думали, что хотите? Я вообще хочу это... Ну что, мне надо их короче, намного короче. Вот видите, как они отрасли. Сейчас сейчас начнется. Вот. Да, они мне мешаются очень сильно. И если есть возможность, поменьше слева. Ну, то я толстые не делаю ногти. Мне прямо ужасно не нравятся. Они меня раздражают. Они такие зубые. Так. Насколько уберём длину? Ну, вот как они были. Как они отрасли? Так, овал или какие? Овал, давайте. Ну, короче, короткий овал, да? Да, да, да. Ну, вот как у меня тут. Короткий овал и всё, да? Да, да. Мне сильно не надо. Мне чистые это... Ну, а цвет там можете. Там все палитры висят. Вот, всё. Цвет что-нибудь такое. Да есть, пока. Вот, что видите, отрасло. Ну, там много всё равно выбора. Можете повыбирать, да. У меня там много чего. В основном, знаете, вот первую берите, вот этот, нет, первую, эту, первый веер вот этот, снимайте палитру. Вот здесь вот сразу укрепление и цвет. Так, здесь свободный край миллиметра, миллиметра два, да, скажем? Ну, да. Ну, да, или вот как у меня вообще. Миллиметр. Ну, вообще, я люблю, когда они не мешают. Угу. Даже когда у меня не было вот этого вот покрытия, я себя... Так, девчонки, всем большой привет. Я пришла на работу. Сегодня воскресенье, первое сентября. Я вчера отработала вечером и ничего не убрала. Убежала домой. Пришла пораньше, как всегда, сейчас всё уберу, подготовлю к педикюру. Будет педикюр, скорее всего, без покрытия. Она снимет и... Всё. Сезон заканчивается педикюрный. Так что вот так. Сегодня вообще не выспалась. Сестра приехала с рейсом, младшая, она проводник. Пришла вчера в гости. Прям посидели. До поздна прием. Сидели. Я очень редко сижу так. Долго. Обычно не засиживаюсь. Не люблю. Я, если позже 11 часов вечера ложусь спать, тогда я плохо сплю. У меня режим уже выработался. И всё. Так что так сейчас быстренько уберу. Мне нужно в стерилизацию, в дезинфекцию закинуть инструменты. Со стола всё убрать. Так что вот так. Выбрала вчерашнюю... А! Про вчерашнюю клиентку. Заходит она, значит. Я такая, о, знакомое лицо. Здрасте. А эта соседка у нас рядом. Павильон. Магазинчик там. Чай, кофе, табак. В общем, она... Я говорю, а я всё время хожу мимо. Ходим мимо друг друга. И даже не здороваемся. Я говорю, это хоть познакомимся и будем. Здрасте, говорит друг другу. Она говорит, ну да. Попросила она потоньше ногти сделать. Сделала ей тонкие ногти. Долго спиливала её. Прям толстенные такие прям. Не знаю. Минут 20, наверное, спиливала. Выбрала она вчера мой самозамес. Вот этот вот гель. И она мешала сама. Показывала в каком-то влоге. В общем, она долго думала. Не знала, что хочет. Но я и начала предлагать. Ну, вот он ей понравился. И на безымянных ноготках вот такие шармики сделали. От ими серебристые пёрышки. Получилось довольно мило. Сейчас иду пешком, как всегда, на работу. Я ж в 25 минут иду. Много цветочных магазинчиков, лавочек прохожу. Везде народу. Крындец. Нужно будет букетик какой-то купить на завтра. Вероники. Всё-таки решили, каждый приходит со своим букетом. Ну, я не знаю. Решили удивить, что ли, учительницу. Выпендриться или что, я не пойму. Было предложение по одной розе от каждого ученика. И один общий букет учителя, учительницы. Ну, вроде как большинство всё-таки. Ой, давайте первый класс, первый раз принесём каждый от себя букет. А учительница потом, что хочет, то и делает с этими цветами. Ну, не знаю. Посмотрю, в общем, даже не знаю, что буду брать. Надеюсь, пока я буду идти с работы, там хоть что-нибудь останется. Будет что выбрать хотя бы. Так, ладно, сейчас чуть-чуть хочу подмести. У меня здесь столько пыли. Блин, девчата, меня прям бесят. Я не знаю. Какая-то тварь, извините за слово, прям повадился к нам под ступеньки, на крыльце, под ступеньки прям целенаправленно кидает бычки сигаретные. Мало того, что бычки, ещё и пустые пачки от сигарет. Вот я не знаю, вычислить бы как-нибудь эту тварь. Прям задолбал. Только подметёшь, опять всё в бычках. Только подметёшь, опять всё в бычках. В основном это вечером делается. Потому что вот я после ночи, вот как прихожу на следующий день, ещё больше. Я не знаю. У меня была такая мысль вычислить, откуда это, кто это кидает. Блин, это стоять надо на крыльце, дежурить там. Ой, прям не могу. Зима не хочется, вот эта одежда. Вот это вот. Ну да. Штаны, колготки, кофты. Мне не нравится зимой, что погода не предсказала. В работе сижу. У меня Wi-Fi подключён рабочий. И показывает. Хорошо. Блин, представляете, очки сейчас сломались. Отлетела душка от очков. А я ещё думаю, что тут за какой-то винтик валяется, болтик. Это, наверное, от очков нужно будет прикрутить. Офигеть. Я говорю, в фикс-прайсе 250 рублей, а я в оптике точно такие купила. За 800. Переплатила. Всё, я закончила. Педикюр. Час сделали. Сняли покрытие. Так что так. Представляете, Маруся. Я, значит, сняла до. И положила телефон. А камеру не выключила. И у меня весь час была съёмка потолка. Но это вообще-то как? Ну не заметила, что ли, в перчатках или что. Я не знала. Ой, пипец. Надо будет удалить. Целый час у меня камера в потолок. Снимала. Так, ладненько. Я положила инструменты в опти-макс. Сейчас отмочится. И побегу домой. Цветы нужно купить. Время уже 5 часов. Начало 6. Посмотрю что-нибудь на завтра. Под конец эта клиентка спрашивает. Что-то заговорили про YouTube. Она говорит, а я YouTube смотрю по VPN. Я говорю, а я по мобильной сети смотрю. Она говорит, да. А что, по мобильной сети ловит? Я говорю, да, ловит. Ну и что-то разговорились. Она говорит, о, а скиньте ссылку на свой канал. А, а как вас найти? Я говорю, я могу ссылку скинуть. Она, ну, скиньте. В общем, я ссылку сбросила на WhatsApp. Сказала, обязательно подпишусь. Я говорю, подписывайтесь. Я говорю, увидите там свои ноги. Так что, побегу домой. Готовиться. Нужно погладить блузочку Вероники. Накупать ее. Ноготочки подстричь. Так что, вот такие дела. Хорошо, что завтра нам нужно не прям рано. Аж к 10 пойдем на линейку. Поэтому завтра еще она выспится. А вот послезавтра уже все. В школу к 8. Уже нужно будет лечь пораньше и входить в режим. Потому что за август весь режим сбился. Вчера поздно легли. Встали в 11 часов утра. Сестра у нас тоже ночевала. Это вообще, я говорю, я давно так не вставала в 11 часов. Так что буду заканчивать свой влог. Напоследок вот вам трешечка немножко. Это у меня под окошком сейчас. Губка пашка пришла потусить. Всем хорошего настроения. Отличной погоды. Душевного настроя позитивного. Всего самого хорошего. Я есть на дзен. Кто не может смотреть рутуб, у кого грузится. Подписывайтесь. И там тоже буду рада. Всем пока-пока.